Мы сегодня находимся в Москве, около посольства США, в Девяткинский переулок, дом 8. Посмотрим, как сегодня выдают визы. Как известно, с 1 сентября новый заместитель главы депмиссии США в России Энтони Готфри обещал возобновить выдачу неиммиграционных виз F1, а также облегчить получение туристических виз B1B2. Так что посмотрим, сдержал ли чиновник свое обещание. Здравствуйте, а вы из посольства? Как там дают сегодня визы? Полиции. Это туристические, да, B1B2? Медицинские. А, медицинские? Здорово. А в очередь задолго записывались? Ну, нам повезло, мы за неделю как-то. Здорово. То есть все-таки можно записаться в посольство? Спасибо. Здравствуйте, а вы из посольства? Как там визы дают сегодня? Ну, мне не дали. А почему, думаете, не дали? Не могу сказать. На турвизу подавали? Да. Ну, там, конечно, тоже статистика есть. Ну, ничего, удачи вам. Спасибо. Здравствуйте, а можно вам вопрос? Здравствуйте, как там визы дают сегодня? Или вы не... Ну, паспорт не... А, ну, что-то хорошо. Можно поздравить? Нет, конечно. В следующий раз. Здравствуйте, можно вам вопрос? Как там визы дают сегодня? Да. О, поздравляю. Очень всемилые и доброжелательные. Здравствуйте. А можно вам пару вопросов задать? Здравствуйте. Как там сегодня? Дают визы в посольстве? Да, конечно. На туристическую подавали, да? Да, на туристическую. Как давно записывались на собеседование? Долго ждали? Недолго. 21-го записался, 22-го получил дату. Куда полетите? Когда? В Нью-Йорк. Класс. Совсем скоро. На Новый год скоро, да? Ну, после Нового года, скорее всего. Ну, поздравляю. Спасибо огромное. Спасибо, хорошего дня. Ну что, ребят, мы опросили людей, кто выходит из посольства. В основном это положительные решения, то есть практически 80% одобренных виз. Если у вас нет возможности так долго ждать, чтобы пройти собеседование, или не хочется столько ждать, то мы записываем не только в Москве на подачу документов, но также в Латвии, Литве, Польше, то есть в принципе в любой стране, куда вам удобно поехать, где не такая большая очередь, где есть русскоязычный консул. Поэтому надо пробовать, то есть все получится. Спасибо.